Музыка Хочу вернуть былую красоту после родов Естественно желание каждой женщины Нормальное, здоровое Дочка Янготы 10 месяцев Перестала кормить грубью 4 недели назад И решила заняться своим здоровьем У меня имеется опыт довольно регулярных голоданий Максимум 10 дней Голодала 7 дней Я не загадываю срок Смотрела Как будет себя вести свой организм Ежедневно делала Гидроколонотерапию Предварительно выпивала Противопаразитарные средства То есть клизмы Голод проходил нормально Однако постоянно наблюдалось Подташнивание и некоторая слабость Что создавало проблемы в общении с ребенком Это заставило прекратить голодание Что в один момент с ребенком на руках Почувствовала себя очень плохо Почти потеряла сознание А ребенок был очень активный И я с ней справляюсь только сама Теперь хочу провести чистку печени Пью яблочный сок Во время голодания начала облазить кожа рук Я думаю, что организм истощен длительным грудным скармами Хочу выбрать оптимальную систему Приведения организма в форму И оздоровление Например, сэкотерапия Однодневное голодание Беременность, роды и скармель Прибавили мне немало лишних килограммов Что связано с гормональными проблемами Моя основная задача Оздоровиться, восстановить гормональный фон И вернуть прежнюю форму Ну что ж, прекрасное, прекрасное желание Теперь как бы, так сказать Понимая состояние Данное состояние молодой женщины Как сделать так, чтобы все было Было бы, так сказать, очень хорошо Что я рекомендую В данной ситуации Смотрите, контрастный душ Для того, чтобы была энергия Контрастные души дают энергию Они также очищают организм Умеренный контрастный душ Контрастный душ Чтобы вы понимали Это примерно секунд 20 Вы стоите под теплым душем Температура которого примерно Около 40 градусов Далее Всего лишь 5 секунд 3-5 секунд Вы даете воду Температуры Не ниже 15 градусов От 15 до 20 градусов Вот это вот как раз тот контрастик Который нужен Без всяких, знаете, экстримов И так повторяется раза два Три в течение дня Отлично действует Смывается усталость Кстати, за счет контраста Происходит у нас И, как бы сказать, смывание негатива За счет контраста У нас происходит активация Внутриклеточных процессов Что приводит к их нормализации А активация также приводит к тому, что Височек начинает потихонечку таять И нам надо, чтобы этот вес стаял Не знаете, сразу Человек как будто отрубил от себя 20 килограмм и выбросил Нам надо, чтобы все это Медленно стаяло Нигде не возникало Никаких опущений Непровисаний Чтобы все это было естественно И как раз контрастные процедуры Гидротации организма Будут создавать тот тургор Нормозировать кожу Видите как Контрастные процедуры Прекрасно влияют на лимфатическую систему Осуществляя более лучший в ней Дренаджи Видите Какая простая процедура Два-три раза в день Сколько контрастов? Два-три То есть 20 секунд теплый 3 секунды прохладный 20 секунд теплый 3 секунды-5 прохладный Ну еще раз-два Максимум раз-два Не надо там особо упорствовать И будете свеженькие Заканчивать контрастную процедуру Надо прохладным душем Прохладненьким Раз И выходите Это Тогда у вас остается Активность Если вы Контраст будете делать перед сном Что конечно особо нежелательно Лучше всего примерно Часика за полтора-два До сна Тогда вы делаете Концовка у вас Теплый душ Чтоб вы расслабились Отдохнули И прекрасно выспались Молодая мамочка должна Быть полна сил Это Что касается Контрастного душа Потом Второе Я рекомендую Сокотерапию Проснотуральное питание Желательно раздельное Скинуть лишнее И очистить организм Еще дополнительно Смотрите Сокотерапия Вот Для того чтобы Соки давали силу Лучше всего использовать Те соки Которые способствуют Кроветворению А кроветворению Способствует Яблочный и свекольный сок Свекольного сока На стакан Яблочного Всего лишь на всего Будет у вас Одна чайная ложка Будете такой сок Пить раза два Ну можете три Прекрасно это будет И как очистка И как кровотворение И как Будем говорить Очищение Желудочно-кишечного Тракта Даже той же печени Будет действовать Раздельное питание Раздельное питание Как раз облегчит Работу пищеварительного Тракта У вас И за счет этого А также поднимут Обмен веществ И именно Вот смотрите Смешанное питание Делает фигуру нашу Какой-то рыхлый Вот такой вот Будем говорить Опухший А вот раздельное Знаете Вот все лишнее убирает Раздельное питание Это особый разговор Вы можете зайти В целебную кулинарию Там посмотреть Передачки Либо Почитать библиотек Потому что там Много Говорить На эту тему Кратко скажу Что раздельное питание Это Салат Если салат В данном случае Не подходит Лучше всего Тушеные овощи И далее Там кусочек мяса Тушеные овощи Каша Либо просто Каша А перед этим Там какой-нибудь Чай травяной И вот так идете То есть Не смешивайте Углеводы с белками Явные То есть Кусок мяса Не смешивайте Там с кашей С картошкой Картошку Пожалуйста В мундирчике Отварили С топленым маслечком Съели Там Салатик Тушеные овощи В любом случае В данном Данном Состоянии Смотрите За работой А Ну тут Гробное Вкармливание Раскончилось К чему Эту вещь Веду Если бы Вы Ели бы салаты И кормили Ребенка Грудью И после того Как он У вас Значит Покушал И у него Там начинаются Какие-то проблемы С животиком То есть Плучит Тогда Переходите На тушеные Овощи То есть Чтобы никаких Вот этих Не было Естественно Ребенку Даете Укропную Воду И сами Семена Отмина Чтобы все У вас Нормально Раздельное Питание Именно Раздельно Вот вы Едите Все Что вы Едите Но Употребляете Это все Раздельно Способствует Тому Что у вас Лишние Килограммы Легко И просто Уйдут А вы Как бы Сродни Ограничите Себя В чем-то Таком Чтобы Это для вас Было Как-то Напряжно Смотрите Третье Ежедневные Двухразовые Прогулки На свежем Воздухе Прогулочки Прекрасно Заставляют Работать Лимфатическую Систему То есть Все эти Шлаки Быстренько Выводятся Дают Тонус На весь Организм Что Очень Важно Для того Чтобы Фигура Была Красивой Четвертое На следующий Год Можно будет Почиститься Естественным Образом С помощью Трав А не Искусственных Процедур Это Примерно Везьмой С марта По апрель Ну я указывал Какие там Травы Можно Использовать Допустим Тут же Тоже Можно Использовать Трочатку Противопаразитарный Сбор Очень Хорошая Вещь Так Пятое Вместо Голодных Дней Сделайте Соковые По 24 Часа Один Ну максимум Два раза В неделю Больше Соков По обновлению Крови Это Как правило Чтобы свекла Там была Пускай Это будет Морковная Свекольная Смесь Яблочная Свекольная Смесь Летом Особенно Хорошо Пейте Сельдерей С яблочком Сельдерей С морковочкой Если В свеженькую Капусту В сок Свежей капусты Добавлять Немножечко Меда Получится Вкусный Сок Вы просто Не пробовали Сок из свежей Капусты С медком Который Прекрасно Будет очищать Ваш кишечник Рекомендую Вот Шесто Если Есть возможность Посещать Баню Посещайте Отличная Вещь Посещение Бани Не злоупотребляйте Разик В недельку Значит Ходите Парные Процедуры Без Переусердствования Пускай Идет Рашлаковочка Через Кожу А придя Домой Первая Пускай У вас Еда Это Будет Сок Обязательно Чтобы Там Был Свекольный Сок Ну Допустим Вы Примерно Выпиваете 300 Грамм Смеси Соков Допустим Это Будет Ну Примерно 300 Грамм Яблочного Сока В который Можно Добавить Одну Тире Две Чайные Ложечки Сока Свеклы Отлично Будет Подсобствовать Очищению Печени Ох После Бани Действует Уникально Вот так Он Как-то Не так Очищает А вот После Бани Эта Смесь Соков Именно Чистит И Желчный Пузырь У меня Лично После Бани Когда Я Все Это Делал Выходили Знаете Как Семечки Твердые Поздравляются Красиво Приятно Естественно И Вот Вам Программа Если Я Сейчас Найду Я Еще Приведу Пример Как Дженнифер Лопес Приводила Себя В порядок После Рождения Ребенка Благодарю За просмотр Если Вам Понравилось Видео Ставьте Лайк Звоните В колокольчик И Подпишитесь На канал Ваше Участие Развивает Канал И Способствует Его Продвижению Вы Можете Посетить Бесплатно Мою Авторскую Библиотеку На сайте Малахов Про Доброго Здоровья И до Новых Встреч Малыш 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 Малыш